Криминальное цирковое искусство. В Новокубанском районе покупательница показала продавщице фокус с исчезновением денег. Дали награду за один удар ногой. Продавщица из Медведовской получила грамоту от МВД за то, что отбилась от грабителей. Смертельный вираж на ровном месте под Анапой. Столкнулись две легковушки. Жертвами ДТП стали пять человек. Добрый вечер. Эфир 9 канала продолжает программу «Что случилось?» в студии Николай Филаткин и прямо сейчас о происшествиях на территории нашего региона. Ловкость рук и сплошное мошенничество. Аферистку, которая обвела вокруг пальца продавца магазина, разыскивают полицейские Новокубанского района. В Станице Советской проворная клиентка обманула продавца супермаркета. Фокус в исполнении злоумышленницы зафиксировали видеокамеры. Обычная процедура расчета. Покупательница протягивает продавцу 5000 рублей. Девушка-кассир отчитывает сдачу и передает ее женщине. В этот момент и начинается фокус. Дама-клиент вдруг обнаруживает, что есть купюра поменьше и предлагает расплатиться ею. Женщина возвращает сдачу, забирает свои 5000 и протягивает 1000 кассиру. Сдачу, которой уже не хватает больше половины, девушка не пересчитывает и кладет в кассу. Итог махинации – 3000 рублей в кошельке-аферистке, которая безнаказанно покидает магазин. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159, части 1, мошенничество. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сколько таких же доверчивых продавцов стали жертвами ловкой фокусницы, пока неизвестно. Ориентировку на мошенницу правоохранители передали всем подразделениям полиции. Силовики ведут активные поиски подозреваемой. Нелегальные мигранты выращивали огурцы и помидоры в Курганинском районе. 40 человек. Граждане Китая и Узбекистана работали в крупном тепличном комплексе в станице Родниковское. С проверкой в хозяйство нагрянула миграционная служба вместе с полицией и ФСБ. Оказалось, что у гастарвайтеров не было разрешений на работу в России. Иностранцев вскоре должны отправить на родину. Этот вопрос рассматривает Курганинский суд. Также нелегальных мигрантов оштрафуют в общей сложности на 80 тысяч рублей. За привлечение ночных бабочек их привлекут к ответственности. Уголовными делами трех краснодарцев займется суд. Бизнес по оказанию интимных услуг организовали Юрий Киселев, Михаил Полиевица и Денис Орлов, на которых работали более 30 путан. Как рассказали полицейские, обвиняемые подыскивали для девушек клиентов и обеспечивали их жильем. За эти услуги сутенеры забирали себе часть денег из оплаты интима. В столице Кубани была организована целая сеть притонов, которые располагались в основном в саунах, банях. И туда доставляли этих девушек по вызову клиентов. Банду из 17 человек оперативники задержали в сентябре 2011 года. Один из участников группировки, Алексей Гончаров, ранее уже получил тюремный срок. Судьбу Юрия Киселева и Михаила Полиевицы будет решать Ленинский районный суд в Краснодаре. А Денису Орлову приговор вынесет Советский районный суд. Отважную продавщицу из Тимошевского района наградили за смелость и решительность. Сегодня женщине вручили почетную грамоту от начальника краевого управления МВД Владимира Веневского. За какие такие заслуги поощрили гражданку, расскажет Наталья Пьянова. За проявленную активную гражданскую позицию, смелость и жительность при задержании преступника. Мы награждаем вас почетную грамоту по поручению начальника главы. Желаем успехов вашим. Эта скромная жительница Тимошевского района не дрогнула перед лицом опасности, когда к ней в магазин ворвались двое грабителей. Сейчас она с улыбкой вспоминает подробности того злополучного вечера. Я сначала подумала, что это какой-то розыгрыш поздравлением с 8 марта, но оказалось очень серьезно. Было очень страшно, признаюсь. В тот вечер она осталась в торговом зале одна. Неожиданно дверь распахнулась и в магазин влетели двое неизвестных. Угрожая отверткой, они потребовали деньги. Женщина попыталась выбежать на улицу, но злоумышленники настигли ее и сбили с ног. Я как бы лежала и перевернулась, хотела встать, не могла встать. На спину перевернулась, он надо мной наклонился, начал шмахать. Я увидела, что это отвертка. Я его ногой в пах ударила, он отпрянул. Вырвавшись из рук налетчиков, испуганная продавщица начала звать на помощь. Когда на ее крики сбежались люди, грабители бросились бежать. Женщина вызвала полицию и смогла подробно описать злоумышленников. У меня было холодное, 7 апреля было, холодно было. Они находились в майках, так как куртки оставили в машине. Вскоре правоохранители заметили молодых людей, которые по описанию очень походили на преступников. На просьбу предъявить документы молодые люди ответили бегством. Полицейские догнали налетчиков и задержали. Оказалось, что в машине их ждал еще один сообщник. Задержанные уже во всем сознались. Сейчас все трое являются фигурантами уголовного дела. Приказом начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю старший участковый Игорь Захаров поощрен материальной премией за решительные действия при задержании преступников. Наталья Пьянова, Станислав Сныткин, 9 канал. Вместо садовых цветов она выращивала коноплю. В Курганинском районе у местной жительницы полицейские обнаружили необычную рассаду. Из ящиков с землей торчали кусты запрещенного растения. Хозяйка теплицы, 26-летняя женщина, попыталась объяснить эту метаморфозу так. Мол, сеяла гиацинты, но вместо цветов неожиданно появились ростки конопли. Оперативники ей не поверили, так как уже обладали информацией, любительница ботаники употребляет наркотики и дурман траву выращивает целенаправленно. Сейчас по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленнице грозит штраф до 300 тысяч рублей. Запрещенным растеневодством занимался и житель Белореченского района. Но около своего дома он вырастил два десятка кустов конопли. Кроме того, полицейские нашли у него дома сверток с высушенной травой. Мужчина рискует отправиться в тюрьму на три года. На Мамайском перевале многотонник догнал трактор и перевернулся. В ДТП серьезно пострадали водители обоих транспортных средств. Авария произошла минувшей ночью. По словам автоинспекторов, у грузовика, который направлялся в Сочи, на затяжном спуске отказали тормоза. Больший груз начал катиться вниз по дороге и врезался въехавший впереди него трактор. От удара машину занесло на обочину и она перевернулась. Из двигателя большегруза на проезжую часть вылилось машинное масло. Чтобы очистить дорогу от скользкого пятна, вызвали пожарных, которым пришлось отмывать место происшествия. Тракториста и водителя грузовика срочно доставили в больницу. А движение на перевале было парализовано еще несколько часов до полной ликвидации последствий ДТП. Владельцы одноруких бандитов из станицы Тбилисской стали фигурантами уголовного дела. Под поле, где эксплуатировали игровые автоматы, находилось в переулке Октябрьский. Как выяснили следователи, преступный бизнес существовал чуть меньше года, предположительно с июня 2012-го. В ходе осмотра места происшествия следствием изъяты 24 игровых автомата, мобильные телефоны, деньги, а также документация, отражающая движение денег, добытых преступным путем. Изучив отчетность, эксперты пришли к выводу, что заведение пользовалось огромной популярностью. Доход хозяев игровых автоматов составил более 7 миллионов рублей. Сейчас правоохранители ищут владельцев игорного клуба, которым за незаконную организацию проведения азартных игр грозит 6 лет тюрьмы и штраф 500 тысяч рублей. Пять человек погибли в аварии под Анапой. ДТП произошло сегодня утром на автодороге, ведущей в местный аэропорт. По предварительным данным, на трассе столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и Мазда. Иномарка, которой управляла женщина, выехала на полосу встречного движения. Водитель шестерки и четверо пассажиров погибли на месте аварии. Известно, что погибшие приехали в регион на заработки, и эта информация сейчас проверяется. Женщина, управлявшая иномаркой, госпитализирована. Скоростной режим, по предварительной версии, участники ДТП не нарушали. Жителя Сочи Андрея Доманова подозревают в убийстве девушки. С 28-летней жертвой мужчина какое-то время жил в гражданском браке. В один из вечеров бывший супруг решил зайти к ней в гости. Увидев женщину за одним столом с молодым человеком, стал выяснять отношения. В порыве ярости, злоумышленник схватил нож и вонзил его в сердце бывшей подруги. Под горячую руку подозреваемого попал и новый возлюбленный погибшей, который выжил и позвонил в скорую. Мужчину отвезли в реанимацию. По факту убийства жительницы Сочи следователи завели уголовное дело. Всех, кто знает, где может находиться Андрей Доманов, сотрудники Краевого следственного комитета просят сообщить по телефонам, которые сейчас указаны на экране. На сегодня это все. С вами была программа «Что случилось» и Николай Филаткин. Увидимся в эфире 9 канала. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова